так приветствую вас на своем канале и в этом видео мы будем устанавливать google сервисы на телефон huawei p40 light данный метод установки google сервиса подходит не только huawei p40 light вот видите у нас только huawei p40 light но и также подходит данная установка google сервисов на телефоны huawei p40 на телефоны huawei p40 light и и на huawei p40 про это точно проверено так что если кому нужна данная инструкция продолжайте смотреть но дальше мы вам расскажем что для этого нужно ну и по инструкции будем делать установку для этого нам нужно будет huawei p40 light естественно без гуглов без ничего второй телефон для перевода фотографий потому что будет у нас текст на английском языке английского я не знаю если кто-то знает английский очень хорошо то во второй телефон не нужен будет здесь уже установлена кстати вот приложение которое нам нужно он фото переводчик яркости добавлю вот вот она фото переводчик сфотографировали автоматическое на перевела и все дела есть так дальше картридер вот такой нам нужен будет это все напоминаю для понижения прошивки и установку google сервисе вот такой переходничок с картридер на телефон или вот такой маленький можно использовать тайпси и флешку на 64 гигабайта так сейчас у нас процессе скачивается прошивка понижающая это на 226 и приложение уже у нас скачано так короче вот вы попадете на мой канал будет видео google сервисы на холл сервисы на холла и вот здесь будут ссылочки ссылочка на прошивку 226 нажмете нажимаем и переходим на файловый файлообменник и файловое хранилище так здесь ищем и вот хавый хонор нажимаем два раза два раза дальше опускаемся почти в самый низ так это не то и вот видим хавый понижение прошивки для установки сервиса гуру два раза нажимаем здесь вот будут телефоны которые вот можно понижать и устанавливать google сервисы если на них нет этих гугл сервисов и вот наш хавый по 40 light можно просто один раз нажать и нажать здесь самом верху немножко не влазит вот самый верху скачать вот скачивается прошивка дальше обозначаем вот этот файл google нг тоже нажимаем скачать самом верху и отдельно они скачиваются вот такими файловыми скачивается прошивка так вот наши короче скаченные файлы вот этот вот наши google и будет приложение здесь у нас прошивка так запускаем наш архив нужно это все разархивировать и прямо сюда же мы и все извлечем короче не то я разархивировал разархивировал я папку открываем эту 5 папку делаем разархивацию не посмотрелось сразу и нажимаем извлечь все сюда же все разархивация прошла у нас успешно вот наша флешка отношу ее правую сторону что не мешало достаем достаем нашу вот наша прошивка довланд ее мы переносим на флешку так прошивка на нашу флешку закачалась все успешно мы будем начинать шить наш телефон huawei по 40 light так достаем нашу флешку флешку снайбука берем наверно этот короткий переходник тайп си вставляем наш телефон huawei по 40 light все определяется все хорошо и выключаем наш телефон полностью да не забывайте зародить перед прошивкой телефон хотя бы до 90 процентов меня 80 но я буду рисковать дальше мы нажимаем верхнюю кнопочку плюса громкости и кнопочку включения и держим кнопочку плюс громкости пока мы не войдем в рекавери шить мы будем прошивать мы наш телефон будем через рекавери вот мы зашли в рекавери дальше нужно нажать кнопочку сейчас сенсор не нужно как в старых телефонах там перерывать кнопка нажимаем убдата мода следующее следующее меморы карт оттг убдата мода когда я нажму эту кнопку наш телефон должен начать шиться вот наша флешка все картридер горит все подключено нажимаем все пошло считывается информация ну сейчас главное дождаться одного процента кстати перед прошивкой я никаких сбросов не делал как был телефон вот именно в рабочем состоянии так вот прямо я начал понижать прошивку пропустил и это чудное мгновение когда появилась появится один процент но уже есть четыре процента я думаю это хороший знак видим чтобы вам было видно вот вот наших четыре процента картридер работает кстати насчет этих картридеров и всех переходников если кому-то надо пишите в комментариях я оставлю обязательно ссылочки где я покупала покупал я на алиэкспресс итак у нас уже 84 процента 85 все идет в принципе скоро и финиш вот уже 96 процентов уже дождемся 100 я думаю и посмотрим что дальше произойдет 108 есть 99 и вот и 100 и смотрим что дальше произойдет по идее он должен перезагрузиться что он и делает ничего не трогаем флешки ничего не вынимаем появилась надпись Huawei но я думаю эта надпись будет долго висеть нет приветствие и ну по моему здесь будет долго висеть если я не ошибаюсь так вот у нас приветствие прошло и просит установки вынимаем сейчас нашу флешку она нам не нужна и уже я думаю нам не понадобится так пин-код с сим-картой запоминайте где русский а вот он в самом верху русский есть дальше начало Беларусь я в Беларуси живу принимаем условия какие-то так подключаемся или не подключаемся ладно пропустить пропустить далее это устройство так запрос активации дальше мой телефон попросил активацию так как я не сбросил аккаунт перед понижением прошивки тоже обращайте внимание лучше сбросить аккаунт чтобы не вспоминать эти все пароли вспомнил как пароль то это хорошо вход через смс разошлись номер телефона ну в прошлый раз у меня такого не было по-моему что-то я не помню все разблокировки непонятные если у вас с нуля будет телефон то у вас конечно же такого не будет далее принимаю со всем соглашаюсь так пусть телефона включен пропустить шестизначный два окей еще еще далее пароль настроен пропустить службы включай качество служение позже отправка аналитики позже местоположение позже седан с другом селимом становиться настройка как новое устройство а а готово так вот популярное установить по сети вай фай вот наконец-то загрузился полностью наш телефон так сейчас наши коды все прячем смотрим что у нас с прошивкой о телефоне двести двадцать шестая прошивка стала вот модель они чем-то отличаются huawei p40 light напомнишь они чем-то отличаются потому что не все телефоны шьются именно с помощью данной флешки с помощью картридера могут сшиться с помощью обыкновенной usb флешки почему-то мой телефон шеется только с помощью данной флешки micro sd больше никак он мой не шьется потому что я перепробовал все варианты все дальше нам нужно подключить наш телефон к компьютеру чтобы закачать файлы зашли у меня трудности не могу никак закачать файлы ну уже мне закачивается конечно файл установки гуглов гугловских сервисов как можно было подключить просто телефон кнопку я подключил он просто не определяется вообще даже не мяукает подключил наш картридер тоже не определяется один раз флешка определилась но ничего перенестись не смогло постоянно с ошибкой и не полностью короче что я сделал потом мне уже писали в комментариях на моем канале что тоже такая ситуация происходила потому что я помню что в предыдущий раз было все был доступ можно было подключать к компьютеру а в этот раз не подключается можно перепрошить данной ситуации но я не хочу терять времени и решил скачать с интернета установил я яндекс диск на компьютере сейчас я вам покажу яндекс диск вот он яндекс диск программу скачиваете авторизуйтесь и забрасывайте наше приложение вот это которое мы вот это которое мы скачали google прямо на это файловое хранилище дальше дальше в телефон скачиваете яндекс это диск и прямо со своего яндекс диска скачиваете вот вот это уже приложение сервисами google так как я сейчас делаю и жду когда скачается полностью это приложение блин немножко заикаюсь мне уже так два часа начала третьего ночи хочется немножко спать и хочется доделать итак прошивка у нас понижена до 226 скачано у нас приложение с установкой google гугловскими и делаем установку самого приложения разрешить все права нажимаем установить идет установка и можно сразу же открыть так и пошла у нас инструкция что мы дальше делаем я английский плохо понимаю но тут типа пишет нужно старая версия android иначе ничего не получится нажимаем не ok а вот эту строчку never never или как там она была дальше нажимаем next 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 тут типа инструкция как там надо будет устанавливать дальше нажимаем let go погнали делаем разрешение разрешение здесь у нас какая-то тоже инструкция sorry помимо море нажимаем тоже ok делаем продолжение нажимаем backup здесь написано что нужно откатить дату на 2019 год неважно какой месяц нажимаем ok так часовой пояс автонастройка убираем и и и и и и вот здесь нажимаем девятнадцатый год ok выходим назад так дальше нажимаем backup ok здесь нужно нажать троеточие восстановить из внутренней памяти нажимаем дальше восстановить здесь просит у нас пароль пароль вводим как написано здесь ниже так здесь в принципе инструкция не нужна так как вы запустите само проложение вам будет инструкция выдана уже на английском языке если кто знает английский язык без вопросов если кто-то не знает можно просто взять вот телефон дополнительный который мы приготовили и показали какое там приложение нужно установить можно с помощью фотографии переводить спокойно самому устанавливать нажимаем готово выходим 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 вот дальше у нас пойдет все по пунктам где зелененькое то и нажимаем так мы перед тем как продолжить нужно его свернуть и вот наше долгожданное приложение которое уже должно запускаться удалить отмена что я понажимал разрешить вот нажимаем не торопимся вот активировать активировать и нажимаем эту кнопочку все восклицательный знак появился все отлично продолжение запустилось это уже хорошо сворачиваем его и опять нажимаем на на наши инструкции с установкой все погнали работать по инструкции нажимаем на стрелочку зелененькую под номером 1 он пишет что у нас дата стоит старая нужно поставить новую нажимаем ok так где наш год а вот автоматическая настройка все пойдет отлично и снова нажимаем дальше нажимаем ok больше не спрашивать разрешить установить так дальше нажимаем открыть можно это все делать свернуть опять нажимаем опа видите нажали на нашу инструкцию у нас уже выбило окошко сходом в гугл нажимаем войти и тут очень важно еще раз вот выбило опять нажимаем войти вот выбило и здесь нужно обязательно ввести те аккаунты гуглские которым вы будете пользоваться постоянно если у вас несколько аккаунтов то там вам предложат попозже я вам покажу что можно ввести несколько аккаунтов и здесь нужно обязательно запомнить те пароль которые вы ввели потому что если вы когда-нибудь выйдете с этих аккаунтов то больше невозможно будет зайти здесь вот самая главная задача так не ввожу свой адрес пароль принимаем и вот наше устройство соединяется уже с гуглами сохраняем вводите там свой номер телефона или как там как хотите вот у нас кнопочка 1 уже пропала вот кстати после этого вот у нас красная кнопочка появилась номер 2 если вы хотите еще добавить какой-нибудь 1 аккаунт 2 3 вот нажимаете на эту кнопочку и опять повторяете процедуру сколько надо столько устанавливать установили аккаунты все кнопочку 2 больше не трогаем дальше нажимаем кнопочку 3 ну и все после установки нашего гугл аккаунта нажимаю кнопочку 3 так он запрашивает какую-то установку все связано с гуглами установить готово установить 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 ждем готово дальше идет установка какая-то устанавливаем устанавливаем ждем некоторые установки занимает больше времени чем надо готово установить все она вылетает автоматически как видите ничего не сжимаю я только делаю установку а уже само приложение мне подставляет приложение которое нужно уже установить установить у кого-то может быстрее проходить данная процедура готова установить ждем я не зависаю это все идет такая установка все ждем готово дальше мы нажимаем ok остановить установить удалить удалить дальше нажимаем ok сервис google play установить 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 принять ждем все ждем идет установка все нажимаем кнопочку готово у нас по и начали сыпаться ошибки это уже хорошо так дальше мы сворачиваем наше приложение и нужно попробовать запустить play market ждем загрузки ну вот наш play market загрузился без проблем вот как видите все отлично работает вот менюшки все все пока превосходно выходим так дальше мы возвращаемся к нашему приложению нажимаем кнопочку 3 ok все так делаем установку видите постоянные уведомления выскакивают да мне не типа ошибка там нажимаем готово дальше опять нажимаем кнопочку 3 нужно сделать стоп и удалить останавливаем удаляем опять нажимаем ok сервис google установить опять ждем ничего не зависает вот такая идет установка готово так после данной процедуры нужно свернуть наше приложение и запустить снова наш play market так play market запускается все отлично так дальше опять нажимаем заходим наше вот приложение опять нажимаем кнопочку 3 так сделать нам ok короче нажимаем останавливаем заходим в память чистим кэш сделаем сброс выходим так она опять запустилась выходим так а дальше нам нужно просто перезагрузить телефон перезагружаем так вводим наши пин-коды так ну что попробуем запустить 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 не запускается еще раз еще раз еще раз еще раз не хочет хорошо нажимаем наше приложение так окей нажимаем кнопочку 3 стоп он не стал продолжаем продолжаем удаляем деактивировать и удалить все удалено нажимаем кнопочку 1 опять сделаем установку ждем ждем готово еще раз нажимаем кнопочку 1 и здесь оно указывает что приложение полностью установлено пожалуйста пользуйтесь интересно странно запускаем наш play market ждем загрузки ждем ждем не идет можно еще раз запустить тут у нас как раз выходные и мы живем в беларуси у нас проблемы с интернетом возможно просто интернет не дает нам зайти в приложение так вот зашли мы в youtube о youtube play market приложение все здесь установки все будут вот видите какие были установки все на русском ну или почти все вот короче все все отлично можно перезагрузить так вот youtube к примеру можно попробовать youtube вот youtube так youtube чик install нажимаем пускай устанавливается так мы подождем youtube пускай загрузится показать покажу я вам что youtube работает все отлично кстати очень важный момент если у вас например пишется на английский ничего страшного вот прошло буквально по моему две минуты и он автоматически play market обновляется уже сам в интернете вот стана встала на русском все без проблем вот смотрите он уже все полностью обновился еще работоспособность все на русском не так как было изначально после установки буквально две минутки и все все стало на на свои свое русло как говорится так что у нас здесь идет так вот youtube у нас установился можно запустить и уже пользуется полноценно youtube чикам сейчас еще сделаем перезагрузку и после перезагрузки вот мой канал тут пишут уже все что то там а что я не показал как видео работает вот любое амрестлинг какой то там сейчас все вот реклама как всегда вот все вот как вы видите кому то рекламу даю ничего страшно установки нет главное придержится инструкции короче все видео идет все без вопросов делаю еще раз перезагрузку чтобы убедиться что у нас все отлично работает и мы удалим уже наше приложение как он там называется который мы устанавливали с него google сервисы а вот наш play market все есть вот запускаем play market сразу же все никаких ошибок все отлично какие приложения нужно вам установить все обновляйте без вопросов youtube пожалуйста пожалуйста вам youtube видите какая то еще установка все вот работает всем привет с вами роман привет появился новый привет и пока ну а дальше мы будем уже обновлять наш телефон до новейшей версии вот смотрите у нас сейчас было всем видно 226 прошивка мы это понижали прошивку с 361 прошивки до 226 если кто помнит в начале видео если я конечно пока так я решил пока не повышать прошивку пока не обновим полностью все сервисы заходим play market установку приложений обновление и обновляем вот huawei backup нужно чтоб она обновилась обязательно ну и заодно все приложения хочу чтоб обновились и уже после этого сделаем повышение прошивки и так все у нас google play market я уже путаюсь play market все обновления никаких нет можно спокойно повышать нашу прошивку повышаем мы заходим настройки система обновления так вот заходим обновление по идет какая-то проверка но уже у нас есть загруженная версия 361 как и была кстати данная съемка проводится так 07 11 2001 года как вы видите еще действительно до этого момента и нажимаем просто установить идентификация идет перезагрузка всем ждем перезагрузки и будет установка новейшие прошивки вот у нас 97 процентов 99 и должен перезагрузиться куда-то сек сюкес я не ругаюсь там так написано сюкес может может быть у нас так пин-код сим-карты доступ служи пользовательский опыт ну что-то новое что-то новое хочет выдавление какие-то тут ну естественно обновление какое-то прошло со всем соглашаемся ну и что ну в принципе все наш телефон должен быть обновлен до последней версии настройки о телефоне и у нас стоит 361 прошивка это как вы видите 10 android все как положено huawei p40 lite дальше у нас ну что проиграем play market запускаем наш play market и вуаля все работает все загружается все уведомления посмотрим обновления никаких пока нет это радует ну и youtube так все youtube загрузился можно запустить опять как всегда рекламы на наш вот короче все отлично работает что хочу сказать вот какие-то дополнительные приложения установились которые сейчас удалю потому что мне они не нужны в принципе на этом и все напоминаю что в этом видео шла так что мы делали изначально мы понижали прошивку 361 до 22 до 226 устанавливали приложения такие как play market youtube дальше мы повысили прошивку и все можно пользоваться всем спасибо за просмотр обязательно если кому помог ставьте жирный лайк подпишитесь на канал для вас это не трудно а для меня приятно ведь я старался только для вас всем спасибо за просмотр пока пока пока